Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Таня, и добро пожаловать на мой канал. Ну что ж, а сегодня с вами переписка с Тэг-Тэг. А перед тем, как мы приступим, рубрика «Самый крутой комментарий» по предыдущим видео. Вот он! А пока ты считаешь, что этот комментарий, обязательно пиши свои крутые комментарии, и тогда именно он, возможно, именно он, попадет в мое следующее видео. А также, друзья, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк в этом видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий криповый ролик. И еще, конечно, переходите в мой следом-канал, ибо там, там много чего интересного. Вот, посмотрите, я вам там показываю, как мы в дом переехали, комнату даже свою показала, как я пон начала делать. В общем, ребята, переходите в мой следом-канал, подписывайте и будьте со мной, потому что скоро Хэллоуин, и начнутся ежедневные задания. Кто не знает, что за задание, ребята, это сделано для того, чтобы поднимать друг к другу настроение. Я буду давать вам задание по типу сделать какую-нибудь мышку летучую, и буду с вами ее делать. И в чате я с вами общаюсь. В общем, подписывайтесь. Ну что ж, а мы начинаем. Итак, друзья, я максимально срочно села снимать этот ролик. Я даже в телеграм-канале вам написала о том, что, ребята, я кое-что увидела сообщение о Тэг-Тэг. Я сидела и думала, блин, но переписок давно не было, надо с кем-то, наверное, записать переписку. Думала, сама найду с кем, ну, переписываться, сама найду какого-нибудь персонажа, и сама ему напишу. Но тут я захожу в телеграм, и среди своих сообщений, миллионных сообщений, вижу вот это. 16.39, она мне написала. Привет, Таня, ты знаешь, кто я? Нет. Я не вызывала тебя, нет, тебе кажется. Я не знаю, кто ты. И, конечно же, я заинтересовалась, потому что, ибо снять переписку с Тэг-Тэг, ну, это какой-то новенький уровень, честно. Если вдруг есть люди, которые не знают, кто такая Тэг-Тэг, так вот, слушайте. Тэг-Тэг – это персонаж японской городской легенды, призрак школьницы, которая была привязана хулиганами к железной дороге, где ее тело было разделено поездом на две части. Поскольку у нее больше нет нижней части тела, она передвигается либо на руках, либо на локтях. Волоча за собой верхнюю часть туловища и издавая характерный царапающий звук Тэг-Тэг, из-за которого и получилось свое имя. Это такие общие понятия, я не буду вам рассказывать всю легенду, потому что хочу целый шорт записать по того, кто такая Тэг-Тэг, и рассказать ее легенду. Поэтому, ребят, в общепринятых понятиях она стрёмная женщина. Еще дополнение – этот дух ищет свои ноги, постоянно где-то ищет свои ноги, и если на вид человека она у него спрашивает, где мои ноги, если человек плохо отвечает, то все, до свидули. Мне интересно, что ждать сегодня от этой переписки, давайте напишем, надеюсь, ответят. А то я тут что, зря собиралась, что ли? Итак, я хочу написать «ну привет», конечно знала, и ты должна была знать, что я тебя вызываю, если ты настоящая, или мои вызывы не работают. Я написала «ну привет», конечно знаю, ахахах, я же тебя вызывала, но если ты, конечно, не в курсе, значит ты очередной фейк. Возьмем на понт, как всегда, я люблю брать вот этих вот фейков на понт, а это, скорее всего, фейк. Ну, точно фейк, но не может быть так-так настоящая, не может такого быть, духи не умеют переписываться, как минимум. А вы, кстати, заметили, я уже начала вот фон подготавливать, уже почти сделала, но не до конца. Я снимаю видео на лайв-канал, кстати, на лайв-канале, буквально, я не знаю, сегодня или завтра, скорее всего завтра, потому что, раз этот ролик вышел сегодня, то на следующий день выйдет на лайв-канале распаковка, осенняя большая распаковка с Алиэкспресс. Там все к Хэллоуину, всякие страшные прикольные вещи, поэтому, ребята, ребята, посмотрите ролик, поставьте лайк, напишите комментарий, поддержите. Мне для вас эта поддержка очень важна. Я трачу много денег на эти декоры, вот, и у меня только одно душу греет, что я могу это показать вам. Надеюсь, вы это оцените. Меня не перестает удивлять, как быстро эти фейки отвечают. Я не понимаю, они сидят там 24 на 7, это же фейковый аккаунт, правильно? Если человек сидит с фейкового аккаунта, ну не будет он заходить сразу. Я не понимаю, почему большинство фейков, есть, конечно, фейки, которые вообще долго отвечают, которые не отвечают вообще, но есть вот те, которые так быстро. Я тэг-тэг, думаешь, это шутка? Нет, ты просто фейк. Какая шутка? Какая шутка? Вот даже азиатка, да, азиатка, она не была фейком. Это просто был мужик. Азиат. Простите у меня, что она там, где она там? Ждете переписку с ней? Ну, ребята, ну я не могу на это повлиять, я не могу прийти, блин, к ней, к нему домой и сказать, так, давай садись, снимай со мной переписку. Ну не могу я так сделать. Нет, ни посылки, ни сообщений, ничего. Причем последняя переписка с азиаткой у меня стало впечатление, что это был фейк азиатки. Это не та азиатка, которая со мной переписывалась. И сейчас я не могу найти ее официальный аккаунт, с которого она мне писала. Я не могу найти, я не знаю, что делать. Я тоже хочу с ней попереписаться, я жду посылку. Напишите в комментариях, какие есть варианты, как нам найти азиатку. А лучше пишите в комментариях, азиатка, приди. Вдруг мы так ее внимание как-то заслужим. Мы, как всегда, с сарказмом, поэтому напишем. Нет, конечно, я верю, ты настоящая. Ага. Честное слово, отвечаю. Нет. Не прошло ей несколько минут, как она мне уже ответила. Я реально, и ты в этом скоро убедишься. И присылает мне фото. Эм. Нет, я понимаю, что у тебя нет ног. Я понимаю, тэк-тэк. Но скачать картинку с интернета я тоже умею. Я тоже могу найти картинки. Причем эту же картинку я видела. Когда писала пост в Телеграме, что, типа, ребят, мне написала тэк-тэк, снимать ли переписку. Я видела эту картинку. Можно было хоть как-то стараться, я не знаю. Или ты считаешь, что это настоящее. Да. Ладно. Скачать фотку с интернета я тоже могу. Кстати, немного расскажу вам о моем ощущении, живя в доме. Ребята, это офигенно. Это офигенно. Я могу шуметь, я могу делать все, что хочу. Я делала ночью фон, понимаете? И никому не мешала. Я могу здесь пропылесосить. В общем, духов вызывает здесь одно удовольствие. Вот я вызывала человека за окном и офигела. И вот теперь не знаю, как все это объяснять. Если вы, кстати, не смотрели еще человека за окном, посмотрите. Я не пойму. В доме первый вызов. А он так мало набрал. Вы чего? Вы чего? Но я настолько заряжена снимать здесь контент, вы даже не представляете. О. Ответила. Хочешь поиграть в игру? Если пройдешь, останешься жива. Если нет, ты знаешь, что будет. В игру? Какую еще игру? Давайте не будем спрашивать, что за игра. Ну, давайте поиграем. Хорошо, фейк. Давай поиграем. Что-то новенькое, ребят. Что она там заготовила? Интересно. Первый выбор. В доме гаснет свет. Ты идешь за свечой на кухню или останешься в комнате, где темно? Она мне... Она мне типа квест устраивает или что? В доме гаснет свет. Ты идешь за свечой на кухню или остаешься в комнате, где темно? Я надеюсь, что мне сейчас вот не поплывут вот эти комментарии, что я копирую райдну. Ребят, я вообще на это не влияю. Блин, вот я не знаю, снимать, продолжать это вообще или нет. Натурально похоже на квест. Я снимаю квесты онлайн, то есть из интернета, но не в переписке. Окей, я сниму, потом подумаю, выкладываете это или нет. Поэтому, если вы видите троллик, то я все-таки такая, а, пофиг. Итак, я написала. Че, это типа квест, что ли? Ну ок, интересненько. Иду за свечой на кухню. Почему я иду за свечой на кухню? Потому что свечи, они всегда защищают от зла. Они, вот у меня горит заяц свеча, они всегда защищают от всех злов. Злив, да. Чувствуешь за спиной холодный воздух? Обернешься или будешь продолжать идти? Да мне пофиг. Ну и окно там, видимо, не закрыто. Поэтому, конечно, продолжу идти. Хорош, какой глупый вопрос, ребят. У нас квест. Так, так, ты же сама предложила поиграть. Че начинается-то? Я разрублю тебя пополам, если ты проиграешь. Выбор. Ты нашла свечу и спички. Зажигаешь свечу или ищешь фонарик? Знаете, прям страшно. Ну, как минимум, да, давайте так. Я взяла же свечу, зачем мне фонарик? Я могу зажечь свечу и не париться, потому что она, еще раз говорю, она защищает от всех злых духов. Поэтому напишем, во-первых, что она меня напугала, обкекалась я вообще. Как они еще, как люди, которые мне пишут, еще до сих пор не поняли, что я прошла через эру азиатки и знаю, что это такое. И меня не напугается. Но если тэк-тэк, конечно, вычислить, где я живу и будет прислать мне какие-то странные фотки с телефона, причем не моего, будет взломать, то, конечно, да, я обкекаюсь. Но пока не страшно. Ну, напугала, боюсь, боюсь. Допустим, зажигаю свечу. Ну, ёптет, ну что? Духи, ё-моё, ну хватит. И что мне теперь? И как мне теперь в этом доме жить? А я говорила, в квартире? Ай, да это все происходит, да хрень, потому что там же в квартире находимся. Потому что, сей, там топают, хлопают, писают и так далее. А здесь никто не хлопает, не топает, не писает. Это чтобы вы понимали? Я сейчас вам подсниму. Чтобы вы понимали, это в гардеробной. У меня здесь, конечно, много вещей, но здесь никому нет. Здесь никому нет. Что мне сказать? Пипяу, друзья. Пипяу. Она мне ответила. Свет от свечи дрожит. Ты видишь тень, двигающаяся по стене. Проверишь, кто это или спрячешься. И фото тени какой-то девушки с ногами. Тек-тек, ты без ног. Ты без ног запомни. Зачем ты мне присылаешь ногами? Ладно. Давайте спросим. А нам у нас на фото цветы? Нет. А вот проверишь, кто это или спрячешься. Проверю. Чё? Вот, вот, доказательство. Я пошла проверять, а не спряталась. Так что проверю. Что бы да? Я написала. Это ты на фотке? А чё не половинка? И ржачные смайлики? Можешь сказать, камень. Где? Тек-тек. А мой выбор проверю. Духи, вы там сейчас не шалите. Мы вызовы не снимаем. Спать ложитесь. Время видели? Ночь уже на дворе. Тек-тек мне отвечает. Я вот читаю то, что она мне пишет. Это реально чистый квест. Это старая кукла. Берешь её или оставляешь? Она такие глупости спрашивает. Беру ли я страшную куклу? Конечно беру. Ты чё? Ну, конечно. Я обожаю кукол. Напишем. Беру. Конечно беру. Кукол я люблю. Не, ну вы слыхали, да? Чё спрашивает? Странность этого персонажа в том, что он как будто бы меня вообще не знает. То есть такие выборы очевидные. Либо это специально сделано под меня, что это очевидный был бы выбор, что человек бы знал бы, как я ответила. Не знаю. Кукла начинает смеяться. Ты бежишь в свою комнату или выбрасываешь её? Давайте будем честны. Если я хочу выиграть, а я хочу выиграть, я немножечко азартный человек, поэтому нужно её выбрать. С точки зрения именно победы. Но с точки зрения моего выбора, я бы, конечно, её оставила и побежала в комнату. Ну, давайте напишем. Я написала. Ну так как я хочу выиграть, то я выбираю выбрасываю. Но в реале оставила бы, конечно. Прикинь, иметь живую куклу в доме. Огонь же. Тек-Тек, ты должна оценить. Ты же тоже среди духов, там, вот это всё. Мистики. Ищешь, бродишь. Свои ноги ищешь. Да. Кукла возвращается. Ты чувствуешь, как она смотрит на тебя. Спалишь её или спрячешь в шкаф? Огонь наше всё. Как я и говорил, свеча защищает от духов, а огонь сжигает всё вокруг. Не зря ведьм, в конце концов, когда-то там жгли. Не просто же так. Значит, это рабочая схема. Поэтому спалю её. Огонь наше всё. Не зря ведьм сжигали на костре раньше. Пусть так тоже образуется. Может, она вдруг не знала, что ведьм сжигали. Пламя становится синим, и ты видишь отражение в зеркале. Остановишься и посмотришь, или разобьёшь зеркало. Она явно знала, как я буду отвечать. Я не знаю, либо человек реально не знает меня от слова совсем, либо он знает меня сильно хорошо. Я ответила, как, что же выбрать? Остановлюсь 100% и посмотрю. Да. Напишите в комментариях, как поступили бы вы. Мне даже интересно. Для вас вариант ответа. Остановитесь? И посмотрите. Или разобьёте зеркало, если вы там кого-то увидите. Напишите в комментариях. В зеркале видишь своё лицо, но оно улыбается. Ты говоришь, кто ты? Или молчишь? Духи у нас любят разговаривать, любят общаться. Они не любят, когда с ними молчат. Поэтому, конечно же, спрошу. С духами надо разговаривать, поэтому говорю, кто ты? Кто ты? А там кто ты? Сейчас вот кто бахнул там? Кто ты был? Молчишь? Какой засранница. Отражение отвечает твоим голосом. Я тэк-тэк. Сломаешь зеркало или выйдешь из комнаты? Так как зеркала у нас нынче дорогие, да, лучше выйти из комнаты. Но с другой стороны, я вообще осталась бы и посмотрела бы на тэк-тэк. Я бы не ломала ни зеркало, ни выходила бы из комнаты. Зачем? Если можно пообщаться с тэк-тэк. Она в тот раз ко мне пришла или не пришла, мы так и не поняли. Мне кажется, нужно в доме реально делать ремейк вызовов, потому что в квартире мы можем объяснить все, да. Здесь мы не можем ничего объяснить. Поэтому я бы вызвала, наверное, ту же кровавую мэри, пиковую даму, чеширского кота и все это вот в доме. Может быть, даже одним видосом. К Новому году. С кем-нибудь. Лайки. Накиньте много лайков. Давайте 50 тысяч. 50 тысяч лайков, ребят. Это много, я понимаю, я понимаю. Давайте накинем 50 тысяч лайков и тогда в декабре я выпускаю ролик, где вызываю много-много духа в доме с каким-то блогером. А я ответила. Зеркала нынче дорогие, поэтому я, пожалуй, выйду из комнаты. Надо, кстати, свое зеркало тоже переделать. А то оно там. Что стоит-то просто так? Вы понимаете, я переделала свое зеркало, когда я вызывала жвачную корову. Офигеть. Ты слышишь шепот? Назад пути нет. Продолжишь идти или остановишься? Раз пути назад нет, значит, пойдем дальше. Я ответила. Ну, раз назад пути нет, то продолжи идти. И мой смайлик любимый. Дьяволенок. Коридоре открывается дверь в подвал. Спустишься или останешься на месте? Я... Это салют. Все нормально. Живем. Нет, это не духи. Все хорошо. Так вот, меня бесят тупые вопросы этой женщины. Ну, что за глупости ты спрашиваешь? Разве тебе не было бы интересно? Мой ответ, спущусь. Кому было бы неинтересно пойти в подв... Жаль, в этом доме подвала нет. Вот это грустно. Было бы классно. Я уже близко. В подвале темно. Зажжешь свечу снова или используешь телефон? Да что ж ты спрашиваешь? Я уже какой раз твяжу, что свечки защищают от демонов. Конечно, нафиг тут телефон. Слепон может выключиться. Есть свечи. Свечи, свечи. Многие вызовы гласят, что свечки защищают от всяких монстров. Поэтому зажгу свечу снова. Я же не знаю, как ей объяснить, что свечки это наше все. Свеча ведет себя странно, кстати, на фоне. Ну да ладно. Ты видишь надпись на стене. Не выходи. Подойдешь ближе или вернешься назад. Она же недавно сама сказала, что назад пути нет. Назад пути нет. Как я вернусь назад, если назад пути нет? Поэтому. Ой. Я написала. Так, назад пути нет же. Тек-тек, ты что-то сама уже запуталась. Подойду ближе. О май гад, друзья. Она тут написала целую поэму. Не смей смеяться надо мной. Я буду мстить тебя, пока... Я не знаю, можно ли такое читать здесь. Ну, я прочитаю пока, а потом подумаю, запикать или нет. Не смей смеяться надо мной. Я буду мстить тебя, пока не распилю твое тело на две части своим серпом. Выиграй или умри. Надпись исчезает, и ты чувствуешь, как кто-то дышит тебе в шею. Или обернешься, или будешь идти дальше. Но, по идее, ничего такого вроде нет. Поэтому, наверное, я оставлю. Вроде ничего такого. Надеюсь, не заблокируют. Я написала. Ух, какая злая. И ржачная смайля. Потому что, ну, ты что? Чё ты тяфкаешь тебе? Тяфкаешь. Так-так. И написала обернусь. Надо же посмотреть, кто там сзади. Я понимаю, что в предыдущий раз я отвечала, типа, не обернусь, а посмотреть дальше. Или что-то там такое. А в этот раз я хочу обернуться. Почему бы и да? О май гад, это произошло. Она знаете, что пишет? Ошибка, Таня. Теперь твоя смерть неизбежна. Я дам тебе еще один шанс. Спасибо. Низкий поклон. Так как мне его не дали. Но если ты снова ошибешься, ночью ты услышишь скрипучие звуки тэк-тэк. И тогда тебе точно не спрятаться. Между прочим, у нас здесь лестница очень скрипучая. И если я услышу скрип лестницы, я обкекаюсь сегодня ночью. Ну да ладно. Ну, спасибо за шанс. Спасибо за шанс. Низкий поклон. Продолжим, конечно, да. Я написала. Оу, тэк-тэк, ты так благослонна ко мне. Низкий поклон тебе. Очень боюсь тебя, поэтому постараюсь не ошибаться. И мои дьяволенки. Квест продолжается, друзья. В комнате видишь два пути. Дверь влево, дверь вправо. Куда пойдешь? Здесь чистый рандом вообще. Чистый рандом. Но при любой ситуации надо идти налево. Влево. В любой непонятной ситуации нужно идти налево. Да. Ты выходишь в комнату зеркалами, посмотришь в них или пройдешь мимо. Ой. Где-то я уже такое слышала. Как будто бы уже такое было. Ладно. Повторяется. Так-так, ну ладно. Посмотрю. И призрачка. В зеркале видишь свое отражение, но оно показывает на тебя. Поверишь или проигнорируешь? Если я увижу в зеркале отражение себя, то как бы, ну, а в чем проблема? Я каждый день себя в зеркале вижу. Проигнорирую. Хм. Давай проигнорирую. Зеркала начинают дрожать. Выйдешь из комнаты или останешься? Так, хоть у нас и землетрясений нет, но все бывает. Если комната трясется, значит может начаться землетрясение. Поэтому нужно пойти на первый этаж, спрятаться в какой-нибудь стол, либо зайти в ванную, в общем, куда-нибудь туда, где меньше всего, что может разрушиться. Особенно подальше от окон. Я написала. Выйду. Вдруг землетрясение началось. Коридор заполняется туманом. Ты пойдешь вперед или подождешь? Опять же, она тут мне описывает какие-то ЧС ситуации, потому что если дым, то как бы пожар, то значит как бы что? Пойду вперед, надо куда-то выбираться из этого. Пойду вперед. Туман сгущается, и ты видишь фигуру. Позовешь ее или убегешь? 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 Знаете такое слово? Теперь знаете. Я теперь тоже пополню на свой словарный запас. Убегешь. Я решила ответить немножечко комично. Позову. Вдруг пиковая дама до меня наконец-то дошла. И ржачный смайлик. А вдруг? А то вон она там шумит, что-то делает. Это был первый дух на моем канале, которого я вызвала. Поэтому я считаю, что шумит и самая такая активная, такая мамка всех духов, это пиковая дама. Она тут главная. Не обижайте ее. Хотя она сама кого-нибудь хочет обидеть. Знаю я ее. Фигура оказывается твоей копией. Спросишь ее о чем-то или промолчишь? Конечно, спрошу. Спрошу, кто она. Она отвечает. Я. Ты. Ты поверишь ей или отвергнешь? Странный вариант ответа. Ну, я отвергну. Я не поверю, что это она, это я. И поэтому... Странный вариант ответа. Но я выберу, отвергну. Копия исчезает. И ты видишь свет в конце коридора. Идешь туда или возвращаешься назад? Иду туда. Назад нельзя. Тек-тек. Нельзя. Назад. Ну, нельзя. Она меня поймать хочет. Кердык мне сделать. Нифига. Ты выходишь на улицу и видишь старый дом. Войдешь или пойдешь дальше? Раз уж старый дом, заброшенный дом, надо идти туда видосик снимать. Потому что иначе вы расстроитесь, что я не пошла и не сняла там видосик. Поэтому пойду. Войду, точнее. Она тут поэму какую-то написала. Ты пришла прямо ко мне. Я нашла тебя. И теперь ты от меня не сбежишь. Ты проиграла. Мой серб отзаятся прямо в твой живот и разрывает его на части. Теперь ты, как и я. Я подвесила тебя, и твоя верхняя часть тела так и висит снаружи того старого дома. И скидывает мне картинку. Ребят, я не смогу вам ее показать, потому что... Я покажу вам в телеграм-канале, скину эту картинку. А, в общем, тут девушка висит реально на каком-то доме. Причем, я так понимаю, это китаянка. Ну, в общем, азиатской внешности. И у нее половины нет. Вот. Я не могу такое показать на ютубе. А в смысле я проиграла? Подождите, я что-то обратила внимание на эту девочку, которая... Мне ее жаль. Вот. Ну, я проиграла? Э! Ну, е-мое! В смысле? А? Ну, все, ребят. Мне конец, походу. Как только ты услышишь шторопающий звук тэк-тэк, беги. Но от меня тебе не скрыться. Я вернусь с новым квестом. И если ты не пройдешь его вновь, в ночь с 30 на 31 октября, твоя вторая часть тела будет моим сувениром. На Хэллоуин? Чего? То есть, она... Она вернется с новым квестом. Да нафиг мне этого квест... Нафиг мне этого квест нужен? Я вообще не собиралась снимать квест. Я не знаю, как на это реагировать. Как минимум, о том, что нужно, типа, блокировать ее. Или ждать новый квест. Ребят, напишите в комментариях, я не знаю, снимать ли вообще, типа, ну, вторую часть. Я так поняла, что она вернется. А когда вернется, я без понятия. Но раз в ночь с 30 на 31 октября она собирается меня как бы располовинить и забрать мою вторую часть и сделать ее сувениром, значит, это должно быть до 31 октября. Ладно, тэк-тэк, спасибо, хоть одну часть мне оставила. Так и напишем. Ну, спасибо, что хоть одну часть тела мою мне оставила. Спасибо. Я и так не понимаю, буду ли я выкладывать это видео. Я не знаю. Я сейчас подумаю, стоит ли или не стоит. И тут она мне пишет, что уже как бы второй квест меня будет ждать, когда-то там. Ребят, в общем, если я выложу это видео, напишите в комментариях, нужно ли. Я не знаю. Я не знаю. Ну что ж, друзья, вот такое вот видео у нас с вами получилось. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк на видео и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий криповый ролик. Переходите в мой телеграм-канал, ибо там я картинку вот эту скину и много чего интересного, помимо этой картинки. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok